Это утро для молодых людей выдалось ранним. Нужно пройти медосмотр, уточнить документы и готовиться к тому, что в ближайший год армия России станет для них вторым домом школы мужества и воспитания. У большинства из них за плечами учеба в техникуме колледжа или вузе. Андрею Смирнову 19 лет. До армии парень успел получить профессию водительского удостоверения и немного поработать водителем. Учился в Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме. Получил 4 профессии, квалификации. Это слесарь по ремонту строительной машины, слесарь по ремонту дракторов, слесарь по ремонту автомобилей и газоэлектросварщик. После получения образования обучился на права на категорию В, получил водительское удостоверение и получил уже свою первую работу. Настало время служить Отечеству. Впереди армейские будни. Всегда знал, что это надо и мне, и Родине. Обрету новых друзей. Буду, как сказать, частью команды, можно так сказать, которые преодолеем этот год. Дом отправили достаточно хорошо, с позитивом. Немного поплакали сегодня с утра все. Ну, в основном все хорошо. Напутственные речи перед отправкой. Важный момент. Призывники, позвольте мне также вас поприветствовать всех от имени главы нашего города Тихонов Константин Алексеевич. Сегодня для вас такой волнительный, но в то же время торжественный день. День отправки на службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Я считаю это почетная миссия. Поэтому желаю вам всем этот год отслужить достойно. Каждое испытание, которое нам преподносит жизнь, оно нам дает большой жизненный опыт, который потом нам впоследствии всегда помогает. Помоги вам Господь. Желаю вам благополучно отслужить и вернуться сюда, обратно домой. По Божьей помощи и Божьего благословения, пусть оно всегда вам с вами пребывает. Марш прощания славянки. Ребята отправляются в путь в областной сборный пункт. И только оттуда, после очередного медосмотра, убудут к местам военной службы. Через год их ждут дома. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.